Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина и вы на моём канале YouTube. Мой канал обо всём, что интересует меня, что интересует современных девчонок, и я думаю не только девчонок, но и вообще очень много народу. Сегодня я хочу поговорить с вами о минимализме, точнее рассказать об одном способе минимализма, который, скажем так, может стать первым и вдохновить вас на расхламление. Это даже, наверное, больше именно не про минимализм, а именно про способ расхламления, про то, как безболезненно и спокойно расстаться с вещами. И главное, что это будет сделать просто для вашего морального состояния. Так вот, способ простой. Вы устраиваете себе челлендж на 30 дней. И в первый день челленджа вы выкидываете из дома 30 вещей. Во второй день вы выкидываете 29 вещей, дальше 28 и так далее. На 30-й день вы избавляетесь от последней одной вещи. Для тех, кто самый смелый и готов к совершениям, вы можете в обратную сторону сделать. Сначала от одной, от двух, от трёх, и в последний день выкинуть 30 вещей. Но лично мне кажется, что проще начать с 30, потому что, когда мы давно не расхламлялись, какие-то мелкие детали, батарейка, открытка, вот этой мелочёвки набрать много просто. И вначале вы в таком воодушевлении сразу хотите избавиться много от всего. И вот как раз начинать с 30 дней, мое мнение, это гораздо проще и как-то логичнее, что ли. И во время избавления от этих вещей не обязательно сразу их выкидывать в мусор. Можно вполне пойти разумным путём и раскладывать вещи на три кучки. Это первая кучка – вещи, которые вы можете продать. Вторая кучка – вещи, которые можно отдать на благотворительность либо передарить кому-то, кого она счастливит. И третья кучка – вещи, которые объективно – это уже мусор, хлам и так далее. Так вы сможете даже немножко заработать на том, что расхламили собственную квартиру и почувствовать некоторую лёгкость и, собственно, освободить пространство в своей жизни. Так что я желаю вам удачного расхламления, удачного пути к минимализму, очищению своего пространства, потому что, как показывает лично моя практика, когда разберёшься и избавишься от груза этих лишних вещей, которыми ты не пользовался, оно как-то становится легче жить и как-то чувствуешь воодушевление. Поэтому всем удачного расхламления. С вами была Анна Кафырина. Всем пока-пока!